Здарова, братва! Праздники прошли, две недели почти отдыхали там, немного дней работали. Но факт в том, что две недели не ездил в Москву, и вот сейчас еду туда опять. Посмотрим, что там, куда меня пошлют, куда поеду. Надеюсь, я туда и обратно. Выезжаю сегодня очень поздно, поэтому надеюсь, там никуда не успею и поеду сразу обратно в Тулу. Как обычно остановился на своей заправке, я вам ее уже показывал, водички взять. В общем, и летом все прикольно, но вот жуки эти, всякие насекомые, меня вообще раздражают. Так, наверное, не видно будет, но все лобовое в жуках. И вот здесь, когда окно открыто, жарко же еду, вот здесь жуки у меня расползаются. Еду с открытым окном, и жуки бахают прямо сюда. И в меня все отлетает, я еду, у меня все ноги в кусках от жуков, и еще они очень воняют, вообще это напрягает, если честно. Подъезжаем к Москве, и тут капец, стреляли в пробочку. Чувствую, простою я здесь. Треть России сгорела, но Москва не растаяла. Москва только наполняется. Будем стоять. Пробка оказалась не пробка, просто не может потолкались. Двигаемся дальше. Москва встречает. Такой грузовичок увидел сейчас. У меня фильм «Джипперс Клифферс» вспомнился. Кто смотрел такой фильм? Прям почему-то меня напоминает. Такой вопрос у меня возник. Почему только сейчас? Зачем ему вообще грузовик нужен был, если он летал? Как думаете? Я нарисую старый дом, березки-палисадник ветхий, густой лес, его уж нет, отца смотрящего мне вслед. Как вам мой вокал? Хочу записать какой-нибудь трек, но только у меня нет проги на компе. Посоветуйте. И комп у меня вообще виснет, может кто в курсе, как его почистить. Там видос какой-то такой, хер пойми какой. Ну только не пишите, купи лучше комп себе нормально. Это я и сам знаю. Обладайте, я куплю. Слышно? Киздец, уже май заканчивается, а я на зимней резине все шипами гужу еду. Охуеть. Но я записался уже на сервис, на замену там тоже время. И у нас времени в конторе особо нету, машина всегда нужна, всегда в деле. Поэтому когда перебываться, это вообще непонятно. Друзья, еще такая тема, кстати, по поводу того розыгрыша, который у меня был как-то. Посылку отправил трем людям. И дайте знать в комментах хотя бы, получили ли вы, не получили. А то один человек сказал, что ему так и не дошло по ходу дела. Напишите в комментарии, получили вы или не получили. И вообще, если получили, то довольны ли? Это уже не от меня зависит, просто спасибо почте России. Слушай, опять у меня это проблема. Еду, останавливаешься где-нибудь в светофоре, начинает мотор отроить. Надо заглушить и завести. А сейчас светофор был быстрый, я не успел. Приходится на ходу глушить и заводить. Я создаю сзади пробку. Пиздец, газель. Все мозги вытрохнуло уже. Официалы, главное, разводят руками, не могут ничем помочь. Говорят, ошибок никаких по компьютеру не выявлено. Дроссель помыли. В чем дело? Говорят, не знаю. Говорят, когда мы тестируем, все в порядке. Ну, конечно, блядь, тестируют. Пять метров проехали, а я езжу по 200 километров в день. Ёпта-майду. Там проблема уже проявляется. Не знаю, может, форсунки надо почистить. Но что сталкивался, напишите комент, что это может быть вообще. Блядь, наконец-таки приехал, блядь, я с ума схожу, если честно, уже едет. Эти пробки это просто что-то. На выгрузку, на выгрузку. По стеночке, по стеночке. Безылькова. Тут стена, прям, недолго до нее. А тут, если что, падать вниз. Поэтому аккуратненько. Выходишь и обрыв. Блядь, машина качается, вроде ручей поставил. Пойдем спустимся в такой вот лифт здесь. Нам на нулевой. Приехал. Короче, народ, минутку наебалу от Принглс. Купил я. Решил почитать, что-то написано. А тут, оказывается, розыгрыш идет. Смотрите, акция действует, там, тогда-то, тогда-то. И тут написано. Посмотрите на дно банки. И зайдите на сайт. И на дне банки, типа, есть код. И видите, вы его знаете, выиграли вы или нет. Ну, блядь, доело побыстреньку. Мне же интересно. Смотрю на дно, блядь. И где он? Где, блядь, этот код? Принглс, вы, блядь, пидорасы. Че вы наебываете людей? Ой, блядь. Выгрудка полным хода. Себя снимаешь для меня? Себя. Хочешь, тебя сниму? Нет, спасибо. Наебал, конечно. Загрузился, короче. Выезжаю. В принципе, я сегодня фортанул. Никуда ехать не надо. Сейчас возвращаюсь обратно в Тулу. Москва. Вообще по кайфу Москве. Я люблю Москву. Многие говорят, да, ну, народу много пробки. Да, пробки я не люблю, но Москву люблю. Вообще по кайфу здесь. Амосфера такая. Прикольно. Сейчас на заправочку заеду. Самообслужный Газпром. И едем в Тулу. Надеюсь, в пробках не зря на нам кайфе. У нас все время, в принципе, 4 часа. Возможно, в прокате. Только проговорил про пробку, сразу в нее встал. Какой к заправке. Твою мать. Бентли поехал. Засаженный задницей. Как вам вот такой цвет для Бентли? Че скажете? аквариум цвет был по мне так вообще не пока она должна быть, я думаю, черная либо белая но это вообще так себе глядь, короче, стряхнул сигарету смотрю, что тут дымится, ёптвою мать пепел залетел я думал, что-то горит, но, блядь, чуть не сгорел тут я закрою, вот эта бумага счет на оплату и вот так я прожег, говорит, мне надо бухгалтерию сдать не знаю, что я завтра бухгалтеру скажу по поводу этой бумаги на тебе и сдался, конечно ладно, ну так и скажу, блядь прожег, блядь, что сделать на трассе попал в пробку обычно их не бывает, вообще, а там, смотри, менты стоят еще видимо, что-то тут произошло ну да, вон, что-то там газель, оу, блядь на акватор грузит кого-то блядь, жопы вообще нету за Саверию в Галакси а до этого сейчас там проезжал, газель стоял, вообще без морда на трассе надо быть вообще аккуратно, да и вообще над дорогой опасное дело заезжал в этот магазин на трассе, на обратной пути тут булочка покупал сейчас его закрыли, потому что тут открыли пятерочку у него, понятное дело, спросу, теперь нету вот, заехал, немного вон приколюк всяких себе взял и все, еду обратно возвращаемся в Тулю в Тулю, говорю, в Тулу подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии подписаться это не тяжело сделайте мне хорошо и я как-нибудь сделаю вам тоже хорошо все, давай, друзья спасибо 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 Продолжение следует...